В пятом туре чемпионата наша команда в гостях сразилась с футбольным клубом «Барановичи». «Белшина» с первых минут матча завладела инициативой. На 30-й минуте красно-черные открыли счет. Спустя 7 минут увеличили преимущество и сохранили его до конца встречи. После финального свистка на табло 0-5. Пользу «Белшины». Мы сами знаем, что он никогда никого не будет. Но все соперники будут играть нормально. И мы на это настраивали. И мы показали свой футбол. И все получились. Но победа сегодня. В следующем домашнем матче со Светлогорским «Химиком» нашей команде также не было равных. На стартовом отрезке она взяла под контроль центр поля, не давая сопернику приблизиться к своим воротам. В середине встречи по обручению обрушили грат атак на ворота противников. Но забить в первом тайме удалось лишь однажды. Во втором старания воплотились в три безответных мяча. Игра завершилась с разгромным счетом 4-0. 3-4 игры не мог забить. Я очень хотел забить. Когда забил, легкость такая появилась. Я думаю, в дальнейшем и голы пойдут. Ну вот этот первый гол очень важен был для меня. В плане, чтобы к игре подойти уже психологически, настроиться. Напомним, сегодня наша команда уверенно занимает вторую строчку в турнирной таблице. Но по потери на мачкам делит первое и второе место с командой «Смолевичи». В этом году Белшина выдала, наверное, один из лучших стартов в своей карьере. Сейчас после шести туров мы имеем четыре победы, одну ничью. И в принципе, можно сказать, что это ничья, это была наша осечка, так как следующие игры показали, что мы выигрываем всех с разгромными счетами. Это 3-0, 4-1, 4-0 и 5-0. Команда у нас показывает яркий и зрелищный футбол для зрителя. Но в тот же момент наш стадион не заполняется на все 100%. И хотелось бы, чтобы болельщик чаще приходил на игры любимой команды. Следующий матч футболисты Белшины проведут на выезде. 25 мая красно-черные в Слонями сразятся с местной командой. А уже 1 июня на домашнем стадионе «Спартак» Белшина будет принимать лидера чемпионата футбольный клуб «Смолевичи». Ангелина Дикун, Иван Боровой, Бобруйск-360.